Всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в новеллу Boyfriend до нашего гроба, потому что подыхать будем здесь только мы, я так понял. Ну, ладно. У меня уже, честно говоря, у самого руки чесались пройти эту игру, потому что всё же интересно. Хоть жестоко, но и интересно. Начинаем. Кто-то в комментариях просил меня пройти игру от мужского пола. Без проблем. Я так надрался вчера, да-да-да. Снова мы забываем своё имя. Мы Левер. Ай, вот. Точно, меня зовут Клевер. Так, снова начало, снова мы думаем, куда нам пойти. Так, здесь мы были, здесь нас убили и делали плохие вещи. Какие, не скажу. Я думаю, начнём с самого начала. Змейная яма. Наверное, какая-то змея там будет. И потом львиный зевок, где будет, наверное, лев. Ладно. Так, думаю, схожу в ночной клуб. Я надел красивый наряд, откровенный, в нужных местах, и вышел в ночь. Мне интересно, в каких местах он откровенный. Простояв в очереди какое-то время, я, наконец, вошёл в клуб. Музыка была довольно громкой. Протолкавшись сквозь море людей, я подошёл к бару. А где бармен? Ладно. Последние несколько дней я, кажется, всё время проводил в компании бармена. Ром, с колой, пожалуйста. Рановато для Рома, не думаешь? Так. Страшно. Я оглянулся и увидел парня, помешивающего рядом со мной свой напиток. Так, здесь, я думаю, нам лучше не грубить. Потому что мы поняли, что будет. Ну, хотя, зачем грубить, в общем? Наверное, это правда. Вот и всё. О, он не улыбнулся. Я пришёл сюда не чтобы тебя осуждать. Ой, извини, просто у меня выдалась тяжёлая неделька. Понимаю. Бывает. Бывает. Я не знал этого пар... Блин, я извиняюсь. Вот. Я не знал этого парня, но он показался мне довольно милым. Точно, меня зовут Клевер. Приятно познакомиться. Я Сана. Хе-хе-хе-хе. Какое знакомое имя? Например, в Убить Сталкеры. Короче, у нас это Саша. Он взял меня за руку и провёл большим пальцем по коже. Уже? Нифига себе, как всё быстро происходит. Его руки были холодными и жёсткими. Я поднял взгляд, и он посмотрел мне прямо в глаза. Металлический отблеск его серых глаз пронзил меня насквозь. Ну, точнее, глаза второй. Чё-то со вторым случилось. Что такое? Сан. Какие-то змеи. Я говорила, это змеюка. Здесь будет змеюка. Ничего, мне просто стало интересно. Да? Сложно выпар, хочешь со мной потанцевать. Он не выглядит, как любитель танца. Можешь рассказать себе побольше, что ты делаешь совсем один? А ты кто? А почему ты хочешь узнать обо мне? А чё нет? А почему нет? Ну, мне не прям очень интересно. Но чувство такое, что ты хочешь о чём-то рассказать. Он не похож на человека, который вообще хочет с нами разговаривать. В смысле? Да блин, я извиняюсь. У меня чё-то с компьютером. Да мне особо нечего рассказывать. Учусь на врача. Ого, должно быть ты суперумный. Саня пожал плечами. Всё относительно. Я просто занимаюсь тем, что приносит мне удовольствие. Ну, звучит клёво. Саня посмотрела на часы, а затем снова поднял на меня взгляд. Так, Саня, пора. Саня, пора. Уже поздно, пойду и лучше. Вот, Сань, ну, удивительно. Он первый ушёл. Он, значит, с нами вообще не хотел иметь общего ничего. Ладно. О, уже? Да, занятия в меди завтра. Как я тебя понимаю? Мне самому завтра в пять вставать? Нет. Я хочу дома валяться. И мне. Саня соскользнул с барного стула и растворился в толпе. Посмотрев след уходящему у Сана, я вздохнул. Так. Не осталось, чтобы потанцевать. В гордом одиночестве и тут с кем-то столкнулся. Опа. This is who? Эй, ты в порядке? Я тебя совсем не заметил. Аааа. О, всё нормально. Но я думал, ты только что ушёл, нет? Они вообще не похожи. Чего? Он повернул голову и посмотрел в ту сторону, куда ушёл Саня. Ааа, ты сейчас о Сане говорил. Меня зовут Акира. Он мой брат-близнец. В каком месте вы близнецы? Он одарил меня милой улыбкой, и я улыбнулся в ответ. Он выглядел совсем как Сана. Нет. Мне нужно вернуться к диджейскому пульту. Можем поиграть как-нибудь в следующий раз. Нет, не надо. Акира улыбнулся и провёл рукой по моему подбородку. Звучит занятно. Я просто теряю время. Правильно, уходим отсюда. Я не собирался ждать этого парня. И не надо. Пойду сразу домой. Правильно. Нахрен нам никто не нужен. Наконец-то я вышла из этого шумного ночного клуба. Ты мой. Когда я услышала знакомый голос, что-то словно ударило меня. Почему нас постоянно вырубают в этой игре? Ну, возможно, не постоянно, я не знаю. Но, скорее всего, будут так всегда знакомиться. Типа, здравствуй, ты мне понравился, ты мой. И просто вырубают тебя, когда ты выходишь из клуба, из бара. Хватит. Почему так? Наш герой нежелезный. И всё погрузилось во тьму. Блин, у нас уже здоровье минус пошло. Я очнулся в кромешной тьме. Попытавшись пошевелить запястьями, я понял, что что-то мешало мне сдвинуться с места. Что-то кожное прижимало меня к тому, на чём я лежал. Ау! Крикнул я в тяноту. Ааа! Извиняюсь. Зажженный свет был таким ярким, что ослепил меня на несколько мгновений. Затем кто-то отвернул лампу, направленную мне в глаз, в сторону. А, глаза в сторону. Так, где я? Ты в моём лазарете. Я так и знал! Я знал! Что ж ты так обернётся? Высокий парень склонился надо мной. Так, шо происходит? Сана сел на стул рядом со мной. Ты хочешь знать, что происходит? Ну, слушай, меня вырубили, когда я вышла из клуба. Я проснулся в каком-то лазарете. Непонятно, почему я здесь. Хм. Почему же я хочу узнать, что происходит? Буду с тобой откровенен. Спасибо. Саня посмотрела на папку с бумагами и положила её на колени. Я собираюсь обследовать тебя. Может быть, ты выберешь других, пожалуйста? Меня отпусти. Ладно. И ты не переживёшь эту процедуру. Ой, спасибо. Мы хоть что-то здесь переживём. Ладно, я перестану. Вот это всё. Ладно. Потребовалось время, чтобы переварить то, что сказал Саня. Я просто не могу. Почему нельзя просто нормально поговорить? Почему нас постоянно вырубают? Нас постоянно убивают? Ну, не постоянно. Пока что... Но я чую, будет постоянно. Не может же он говорить это всерьёз. Играть на мазохистов. Что? Я молча сверлила взглядом. Саня села рядом со мной. Итак, расскажи мне свою историю болезни. Какую ты меня вырубил и просто принёс сюда? Если у тебя какие-либо генетические заболевания нет. У неё в себя так, словно во всём этом не было ничего странного. Ну, давай ответим. Я ответила на его вопросы как мог. А что ещё оставалось делать? Вот именно. Мы сейчас его нагрубим. Он нам глаза вырвет просто. Я не знаю. Голову ампутирует. Это безумный доктор. Мне страшно. Саня провёл пальцами по моим волосам. Посмотрел на меня. Не смотри на меня. Отлично. Его тихий голос и мягкие прикосновения успокоили бы меня, если бы не холод его глаз. У него один глаз. Казалось, они не могли принадлежать человеку. Да нет, могут. У меня мурашки побежали по телу. Прошу, не убивай меня. Не надо, дядя. Дядя, не надо. Саня складнился и провёл большими пальцами в перчатках по моим щекам. Ничего не обещаю. Отдыхай. Ну, хотя бы он прямо линейен. Не то, что строит. Что-то блеснуло в его руке. Это что, шприц? Он воткнул его мне в шею, прежде чем я успела сказать хуже слова. Голова тоже склонилась, а берег глазами поплыла. Вообще-то, вообще-то, это не так работает. Как человек, который ты испытал, я вам точно могу сказать. Это работает только через некоторое время. Тебе нужно поспать. Саня! Я знаю, я прекрасно озвучиваю. Проснувшись, я поверну голову на бок. Сонливо сечезло довольно быстро. Я пытался осмотреть комнату и заметил Саню. Он сидел в углу и спокойно посмотрел какую-то книгу. Я прикусил губу. Да пошел он. Я отвернулся и глубоко вздохнул. Лучше к нему не лезть, правильно? Он же собирается меня убить в любом случае. Саня встал и схватил меня за руку. Чего? Он сел и прижал ее к кушетке. Да в смысле? Что я сейчас-то сделал? Ээээ, ты что творишь? Саня прищурился и затянул ремень посильнее. Он вытащил шприц и постучал по нему. Я сплотнул, не зная, что в нем. А че там? Я изобрел особый вид общей анестезии. Как она работает? Она вызывает расслабление мышц и временный паралич. Какое прекрасное изобретение. А также помогает сохранить воспоминания об операции. Ой, няооо. Какой кошмар. Наверное, ролик затянется. Я вам скажу на самом деле, когда... Есть такой момент, когда вам вводят наркоз. Он бывает внутривенный. И вроде как с маской вот. Я не помню, как это называется, но все же. Иногда, но очень-очень-очень редко, бывают такие моменты, когда пациент просыпается во время операции. Он чувствует боль. Он все помнит. И он ничего главного не может с этим сделать. Он схватил все-таки паралич. Точнее тело его спит, а разум уже проснулся. Я не знаю, как это объяснить, но бывают такие моменты. И это очень страшно. Скорее всего, сейчас будет то же самое. Что это значит? Саня схватил меня за лицо рукой в перчатке и провел пальцем по щеке. Ангелочек мой. Это значит, не называй меня этим именем. Но я клевер. Он крепче сжал мое лицо и наклонился ближе. Ты запомнишь каждое движение моего скайпеля по твоей коже. Да что я сделал-то? Я задрожал ее охватки, и он медленно отстранился от меня. Он хотел, чтобы я помнил все, что со мной сделали. Саня похлопал меня по руке и поправил очки. А у него очки есть? Или нет, я только сейчас заметила. Тонкие вены. Как у меня, слышали, а? Ты пил достаточное количество воды? Да. Самоосуждающий посмотрел на меня поверх очков. А за что осуждать-то? Так, не будем грубить. Я пил слишком много алкоголя. После ревущего мула и после клуба мы это поняли. Я выпивал. Саня кинул и снова посмотрел на мою руку. Ничего, я найду другое место. Он обошел меня и снял перчатку. Когда он проверял вены, я ощутил его пальцы на своей коже. Ах. Саня улыбнулся мне. Что такое? Ты холодный. Я всегда такой. Заметно. Нашел. Найдя вену, Саня ввел лекарство мне в кровь. Саня наблюдал за тем, как мое дыхание постепенно замедлялось. Как ты себя чувствуешь? Я не мог ничего ответить и только смотрел на него, не мигая. Не в состоянии говорить? А ты думаешь? Саня повернул мою голову в свою сторону и начал резать кожу. О! Было больно, словно никакой анестезии не было. Глубокий порез обжег плоть, но я не мог закричать. Да что же все такие жестокие вурдалаки? Я даже был не в состоянии отвернуться. Саня разрезал мои предплечья и скрыл его. Знаешь, такие практики не редкость. Да я знаешь, не удивлен. Проведение операций на живых людях в научных целях. О чем? Так вот зачем он это делает. Саня вытащил сухожилия на моей руке и взглянул на них. Оооо... Страшно, это больно. Много сидишь за компьютером, Клевер? Нет. Садистская улыбка блеснула на губах Сани, когда он сильнее дернулся за сухожилие. Заразы, не надо, я сейчас сдохну. Взглядом я умолял Саню сжалиться надо мной и отпустить. Дядя, не надо, пощади. Саня взглянул на меня и склонил голову на бок. Хватит. Я хотел кинуть, но мог лишь пялиться на него в ответ. Саня встал и протянул руку. Пришили его голубой свет и буквы, которые я не мог разобрать, парили вокруг его руки. Шо? Шо это? Это шо за язык? Так, вот это вот значок из Слендермена, это я знаю. Я фильм смотрела. А остальное что значит? Ну это цифра 5 римская. Что происходит? Не нужны ответы. Я посмотрела на свое запястье, и оно, казалось, неплохо так затянулось. Теперь какой-то японский. Иностранцы хреновы. Саня посмотрел на меня и погладил по голове. Оставшуюся часть раны Сана тщательно перевязал. Я увидел, что он развязывает мне ноги. Я почувствовала небольшое облегчение. Он подошел к письменному столу, и Сев принялся спокойно записывать что-то в блокнот. Саня закончил со мной, так что больше ничего не предпринимал. Контроль над телом возвращался ко мне, и я подтянул ноги. Саня поднял глаза, услышав, как я шевелюсь. Хорошая идея. Тромбоза глубоких вен сейчас лучше избежать. Страшно. Можешь размять мне ноги, если хочешь. Ха-ха. Я с удовольствием бы побегал, если бы ты развязал мне руки. Думаю, сейчас меня не забудем, что... Не, ну я побегал. Я вскинул брови, и он рассмеялся. Неплохая попытка. Попытка не пытка. Ха-ха. Это как сказать? Верно. Ты храбрый, раз не боишься травить шутки своему похитителю. Я все равно сдохну, что мне терять? Я об этом и не думал. Потому что я привлекательный и милый? Нет, потому что ты холодный и страшный. Ага, конечно. Совсем как черная мамба. Холодное выражение на лице Сани исчезло, и он рассмеялся. Ты недалек от истины. Это как понимать? Не забывай голову. Так, 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 что началось с черной мамбой? Тебе действительно так любопытно? Поэтому я и спросил. Слышал когда-нибудь о нагах? Почему сердце постоянно меняет цвет? Я не понимаю. Слышал когда-нибудь о нагах? Так, это змеи какие-то? Или наполовину? Я помню, проходил когда-то в рублоксе игру. Там был босс нага. Или это гидра? Не знаю. В мифах какие-то типа мальчики и лисички, что ли? Так вот, это не мифы. Да, конечно, док. А я трехпалый ленивец. Хоть что-то, правда. Я один из них. Ты ведь шутишь, да? Ой-ё. Ты зачем чернилами черной ручки питаешься? Саня открыл рот, демонстрируя черную полость и острые клыки. Я не вампир. От шока мои глаза широко распахнулись. Счастлив, что мне удалось лишить тебя дара речь. Так, как-то уж. Да уж, куда тут? Рад стараться. Я запрокинул голову. Наверное, хватит на сегодня вопросов. Спать было трудно. В комнате становилось очень жарко. Может быть, мне стоит попробовать заняться чем-то другим? Я осмотрелся. Саня стоял в углу и поджигал что-то в печи. Хм. Это каково? Саня подошел ко мне. Это все равно, что спросить тебя, каково это быть млекопитающим. Это сейчас оскрепление или... И факт. Просто в одном. И то верно. Не знаю, я не могу сравнить это с чем-то. Ты линяешь? Да, все тело зудит. Как-то это не очень. Мне повезло, что я могу сам ее снять. Не буду врать, звучит просто отвратительно. Это правда. Это все равно, что сковырнуть с труп. Это что? Иногда это действительно приятно. Ааа, блин! Слишком быстро прелестнул. На мгновение я вставился на него, не мигая. На лице Сана Сане появилась сдержанная улыбка. Мужик! Что? Нет, ничего. Что, не хочешь узнать, каково это снять с труп, покрывающий все тело? Нет, хватит уже об этом! Саня! Мм... Зачем ты проводишь эти эксперименты? Любопытство. Ненормальное любопытство. Хочешь узнать больше о людях? По большей части они отличаются от демонов. Каких демонов? Чем же? Большинство демонов действуют радикально. Нам проще убивать. Люди другие. Так ты Нага или демон? Или Нага это и есть демон? Я понять не могу. Надо посчитать мифологию. Правда? Почти все люди, что попадали сюда, плакали и умирали. Звучит как-то не очень. Меня привлекает то, что мы можем выбрать у Бога. Я по фану. Хладнокровно. Я пожал плечами. Там мусер он вздохнет. Чего, боец? Ты от меня слез не дождешься. Во, правильно. Звучит как вызов. Саня похлопал меня по щеке. Не надо. Жду с нетерпением. Он ухмыльнулся и вернулся к печи. Так. Надеюсь тебе не будет слишком жарко. Может мне нравится жара. Мне вот нет. У меня голова кружится начинать. Я закрыл глаза и быстро заснул. Когда я проснулся было невыносимо жарко. Было больно сделать вдох. Проснулся. Я открыл глаза и посмотрел на парня, что был в другом конце комнаты. Ах, какая милая улыбка. Саня не сводил с меня глаз. В отражении его очков виднелось голубое пламя. Что ты такое? Неужели наги так реально могут? Что ты делаешь? Я закашлялся и обмяк. Поддаю жару. Пока он говорил, я почувствовал кожи, как жар отражается от стен. Я пожалел, что открыл рот. Смотрел, как призрачное голубое пламя соскакивает с его пальцев и разогревает комнату. Теперь ты понял, почему стены были питонными. Сдаешься, Клевер? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе. Размечтался. Сажги меня заживо, если хочешь. Мысли начали путаться. Саня подошел ближе. Он поднес пламя прямо к моему лицу. Когда она оказалась так близко, я почувствовал, насколько она была вжигающим. Хочешь, чтобы я сжег тебя заживо? Я люблю пекло. Я облизнулся, глядя на него. Ох. Какой кошмар. Саня прищурился и положил руки мне на боках. Я издал пронзительный крик, когда он сжег мою кожу. Но даже несмотря на боль, я был очарован этим сверхъестественным пламенем. Я был напуган. Так. Мы говорили, что мы не будем плакать. Это ужасно. Я издал тихий стон, когда ощутил его руки на своей обнаженной коже. По себе я наелся, выксис с жаром огня. А может быть я просто бредил из-за высокой температуры. Саня. А. Саня тяжело задышал. Он убрал руки и отстранился. У него гетрохромия? Нифига себе. Запыхавшись, Саня откинул волосы, закрашивая, закрывающие глаз. Твой глаз. Саня опустила челку и отвел взгляд. Он правда очень красивый. Больше говорить я не мог. Я закрыл глаза, ощущая, как жар пульсирует в мозгу. Я открыл глаза и огляделся. Нифига себе, мы долго живем. Комната уже немного остыла после адского пекла, что здесь было. Саня, должно быть, открывал двери на некоторое время, пока я валялся от ключа. Я увидел, как в углу Саня разглядывает расплавленные вещи на письменном столе. Хм-хм-хм. Интересно, от чего? Тебе было мало? Нет, мне нормально. Да нет, я просто думала о твоем огне. Саня встал и подошел ближе. Можешь отойти? Просто ты меня обжег, мне теперь больно. О чем же ты думал? Это тоже магия? Саня принялся искать что-то в своем медицинском лотке. Так я уберу мышку. Лотке на колесиках и снял перчатки. Конечно же. Он не был иллюзией. Саня указала на мои обожженные бока. Очевидно. Очевидно. У меня есть мазь. Хочешь? Так, я извиняюсь. Так, поступиться гордостью, типа нет, мне не нужно. А! Я что-то не так понял. Ладно. Да, пожалуйста. Отлично. Не хотелось бы, чтобы ты подхватил инфекцию. Ой, какой ты заботливый. Собака. Саня намазала руки кремом и потер их друг от друга. Он встроился у меня между ног и напонялся. Понятно. Я наблюдал за тем, как он кладет руки мне на бока. Я не мог не ахнуть. Холодные? Прохлада сейчас как нельзя кстати. Ответила я, натянута улыбаясь. Ну, знаешь, при ожогах соглашусь. Он провел руками по моим бокам. Я выгнул спину. Больно. Терпимо. Я прикосил губу, пока он тянул руками мои боками. Понятно. Было трудно сосредоточиться на холодке, когда он так меня растирал. Саня. Сон сорвался с моих губ и он посмотрел на меня. Что? Ну, это приятно. Саня на ноги тяжело задышал. Начинается. Он убрал от меня руки и прикрыл рот ладонью. Это не то. Ха. Я закончил. Он бросился обратно к столу и попытался отлишься. Его лицо было ярко-красным. Ладно, это прикольно. Иногда ты такой милашка. Я бы так не сказала, потому что это наш похититель. Надо это осознавать до сих пор. Саня поднял на меня взгляд. Затнись. Как грубо. Какое-то время я тупо пялился в потолок. Было тихо. Я прищурился и повернул голову к Сане. Сама сидела голова, а его лежала на столе. Спал? Хм. Я не знаю. Я взглянул на ремни, на запястьях и потянул за них. Выдернув силой руки из крепления, я поморщился. Поморщился. Было немного больно так избавляться от ремней, но теперь я был свободен. Я улыбнулся и отгляделся. Я подошел к нему, глядя на его спящую фигуру. Может быть, он устал от использования своей магии. Мы пойдем по пути Еоя. Черт. Я подтолкнула его руку и села мимо и колени. Начинается страсть. Так. Я сразу говорю. А точнее, блин, я не сказала в начале. Ну, короче говоря, здесь будут неадекватные действия, потому что мне сказали, что здесь задача выжить. Как бы, это лав. Игра. Чего я начал проходить? Саня стал потихоньку просыпаться, и тут резко распахнул глаза. Ты шо делаешь? Кажется, он впервые повысил голос в моем присутствии. Я замурлыкал. Как это ужасно. Кажется, он впервые... А, нет. Уверен, мы еще не закончили. Саня посмотрел на меня и подхватил. Я жалею. Я скажу, когда мы закончим. Нет. Он шоу меня. Ой, блядь. Жестко. Я вот такое, любишь? Я потянулся и положу руки ему на шею. Можно я не буду это читать? Это неуместно. И я тоже так думаю. Ну, ты похитил меня. И это тоже совсем не совсем уместно. Ну, кстати, правда. Саня прижался своими давлями в кушетку. Саня, он схватил скальпель, и золотая посмотрела мне в глаз. Насколько сильно это любишь боль? Нисколько. Я почувствовала, как сердце бешено заколотилось, когда он прижал нож к моему груди. Типа, мы запаникуем, он скажет, а, хрень, убиваем. Наша задача выжить. Я же, я уже сам себя ненавижу за эту игру. Хотя эти действия... Ладно, выбираю я, зато делаю. Нет. Я позволила ему сделать нарез. О, нашли гонки и полоснул мне по коже. Кровь текла из рана, мне было абсолютно все равно. Ах, Саня. Я произошла. Вот это вот Сана у меня из убитец сталкера. О, Сану. Всплывает. Я не могу. Он провел ножом по внутренней стороне моих бедер, и я затрепетал. Мне больно? Больно, но мне нравится. Мазохист. Я вцепился в края кушетки и наблюдаю за тем, как кровь стекает по моим ногам. Понятно. Шо-шо? Тяжело дышать, а Саня посмотрела на меня. Я не буду это читать. Прикрати меня, если ты этого хочешь. Саня растет. Давайте, пожалуй, я расскажу, какой у меня был прекрасный день вчера. Как на меня нахлунуло вдохновение. Дыхание совсем сбилось. А как по-другому? Саня. Понятно. Понятно. В общем, в принципе, мне хочется его перерисовать, потому что у него дизайн прикольный, но сам персонаж холодный. Мне не нравится. Мне интересный. Так, я не буду это все читать. Вы сами остановите, почитайте. Я не... Я, между прочим, приличный. Я никогда не читала ничего подобного. Ты великолепен. Спасибо. Выдохнула Саня. Охотил ногами. Саня! Я выкрынула его имя, когда я ощутил. Понятно. Саня посмотрел на кровавое месиво, в которое он превратил меня и прыснул. Псс, секунду. А, он еще понимает, что он еще прыскает. Он нас режет и потом прыскает. Падло. Он подошел к столу и снова надел очки. На обратном пути он прихватил тряпку и немного спирта. Что ты делаешь? Саня взглянула на меня. Промываю тебе раны. Разве люди так не делают? Ты нага! Ты не человек. Саня слегка промокнул мои порезы и я начал осознавать, как сильно они болели. Я резко втянул в воздух, когда он преснул спирт мне на кожу. Пожалуй, ты прав. Я стерилизую инструменты, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Он промыл ссавшиеся раны и перевязал их марлей. Спасибо. Да не за что. Саня встал и положил руки мне на щеки. Спи. Я потянулся и... Да. Его перед сном. И он закрыл за собой дверь. Я пошел руками и потянулся. Тело мыло, но не так сильно, как до этого. Я взгляну на белой лабораторной халаткой, лежащей на мне. Оу. Я бы сказала, что это мило, если бы забыл все действия до вот этой всей романтики. Кстати, музыка хорошая, мне нравится. Так. Что? А, вот все. Это Саня укроет меня? Улыбнувшись, я прижала его к себе. Халат пах совсем как владелец. Ой. Вот эти вот новеллы, все это заставляет умиляться. Падлы, получается. Я завернулся в него, прикрываясь и оглядевся по сторонам. Его не было. Мне было немного одиноко без него. Я пристала и села на край кушетки. Его лабораторные халаты, накинутые на плечо, успокаивали меня. Я потер руки и вздохнула. Когда же он вернется? Я подскочил, когда услышал, как открылась дверь и обглянулся. Саня! Доброе утро, Клевер. Чего он такой весь всегда невеселый? Улыбнись. Тебе улыбка больше идет. Я встал со своего места и увидел, как Саня бросил на землю большую спортивную сумку. Так. Мне нужно с тобой кое-чем кладреть. Я подошел ближе и посмотрел ему в глаза. Что такое? Я должен признаться. Обычно я не делаю того, что сделали мы с тобой. Ты не... понятно? Саня кивнул и положил руку мне на лицо. Я хочу, чтобы ты мне помог. Что ты имеешь ввиду? Так. Мне это уже не нравится. Все начинается. Саня поднял спортивную сумку и вывалил человека, бывшего внутри. На кушетку. Понятно. Кажется, тебе интересно живое существо. Мне интересно, как выжить. Я тебе честно скажу. Прямо как мне. Так. Опершийся... Опершийся край я наблюдал за тем, как Саня пристегивает человека к кушетке. А, он вырубленный, что ли? Погодите, он без сознания, я имею ввиду. Сердце бешено заколотилось, когда он протянул мне нож. Хочешь узнать о ней больше? Выживаем. Я бы начала отказаться, на самом деле. И сам бы зарезал его этим ножом. Ладно. Я потянулся за ножом и забрал его у Сана. Чему ты хочешь меня научить? Саня подавил меня к кушетке и встал позади меня. Давай начнем с хирургического разреза. Человек на кушетке начал приходить в себя и посмотрел на меня. Что ты творишь, поехавший? Не обращай внимания. В моих мыслях был только Саня, что прижимал все ко мне сзади и крепко держал мою дрожащую руку. Это все неадекватно. Это все безумно. И это на самом деле в реальности страшно. Таких надо бить. Ну почему здесь это выглядит как мило? Если честно, ребят, это совершенно ненормально. Бегите от таких. Да и вообще по ночам никуда не ходите. Не надо. Посидите дома. Посмотрите какой-нибудь сериальчик. Укутайтесь пледом. Заварите себе какао, кофе. Что угодно. И не надо никуда ходить на ночи глядя. Иначе вас кто-то похитит, кто-то разрежет. Или дрелью, например, пятку просверлит. Я немного поверну голову, чтобы мельком взглянуть на него. Что такое? Сердце бешено колотилось. И осознание было ясным. Я хотела сделать это с Сана. Я так золонова. Что с глазами? Белки с глаз Сана почернели, он тяжело задышал. И я тоже. Мне страшно. Ага. Иван делал нож вплоть человека, лежавшего на кушетке. Он из-за прозители крик, эхом отзывавшийся от стен. Все равно, что резать мясо. I love you. Ты выжил? Ты присоединился к исследованию Сана. Да! Я выжил! Я выжил! Ура! Со Стрейдом мы не выжили, но зато мы с Саней выжили. Честно? Персонаж, конечно, дизайном интересный вышел. Но вот это то, что он весь такой хладнокровный. Что он весь такой? Честно, не очень. Но мне понравилось, как мы растопили его сердце. И потом как-то у нас сердце сменялось радужным-радужным. И вот под конец он устал просто кроваво-красно. Ну что ж, перед тем, как закончить этот видеоролик, я бы хотела еще сказать, что с ЮДУ сейчас творится что-то неладное. Поэтому я постараюсь выпускать ролики как можно чаще, чтобы еще успеть с вами поддержать связь. Потому что мне правда нравится все это снимать. Мне нравится читать все ваши комментарии. На многие я просто не отвечаю, потому что... Ребят, вас много. Я не успеваю. Простите, пожалуйста, я постараюсь отвечать на все комментарии и так далее. Но также в описании будут ссылки на Дзен, Рутуб и ВК-группы. Пока что это единственные источники, где я зарегистрировался и где будут выходить ролики. На всякий случай, если ЮТУБ заблокирует. Я очень надеюсь, что этого не случится, потому что, ну... Я на ЮТУБе, я не знаю, с какого-то года там... 2014-го, наверное. Я, конечно, тогда не снимала, я только недавно начала. Но все же это мое детство. Ну? А с вами был Клевер. Всем спасибо большое за просмотр. Всем спасибо, что посоветовали эту игру. Очень интересная. И сам факт того, что нам надо выжить и идти на безумные поступки. Вот это мне нравится. Но все же... Ребят, сидите по ночам дома. Не надо никуда шляться. Вы все успеете. Время... Оно пролетает очень быстро. Это вам кажется, что... Вот я сижу, у меня парня нет. И так далее. Вот все печально. Нет. Ребят, нет. Все будет. Просто... Потерпите. Не нужно спешить. Ладно, что-то видео затянулось немножко. Всем спасибо за просмотр. С вами был Клевер. Всем до связи.